52.13, 53.12, до конца 53 главы. 53.13, 53.13, 54. Но он взял на себя наши немощи и понес наши болезни, а мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец предстригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах его. Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он, праведник раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и как злодеем причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем. На что мы здесь должны обратить внимание, что в данном случае пророк сам, Исайя, здесь уже отождествляется вместе со всем народом. И он смотрит уже на слугу, как на некого другого, уже не как на народ, не как на себя, а на как бы на некого другого слугу. На что мы должны с вами обратить внимание, ну здесь, допустим, говорится, да, восьмой стих. Все мы блуждали, как овцы, и Господь возложил на него грехи всех нас. То есть Исайя себя здесь отождествляет уже с народом, видите, да, поэтому мы не можем считать, что здесь идет речь о Исайе, как о слуге, о котором здесь говорится. И также мы видим, что здесь как бы отождествляется народ уже не как слуга, а тот, кто является грешным, да. И в результате говорится, что Бог возложил на него грехи всех нас. Ну, считается, что при внимательном изучении личных местоимений мы, наш, нас, с одной стороны и с другой стороны он, его, ему, мы можем сделать такое толкование, согласно которому этот слуга не тот слепой и глухой Израиль, о котором мы читали раньше, да. Даже неправедный остаток или пророк, но этот названный Израиль, а истинный Израиль – слуга послушным. То есть мы видим, что здесь конкретно говорится вообще о другом слуге, который является истинным Израилем или слугой послушным, да. И идеал заключен в том, что чем, ну, вернее служит этот слуга, тем больше он подходит к идеалу слуги. Интересно, есть такое высказывание по поводу того, что отрока Господнего, о котором описывает Исаия, можно представить как бы в таком виде треугольника. И основание этого треугольника, значит, представляет весь народ, то есть народ как слуга, да, и это описывается в 41 по 48 главу. Значит, средняя часть представляет более верного слугу, то есть здесь может подразумеваться либо праведный остаток. Средняя часть представляет более верного слугу, то есть кто в данном случае может быть этим более верным слугой. Либо праведный остаток, о котором Исаия говорит несколько раз, да, либо сам пророк, ну, может быть, кто-то еще. Ну, вот вершина этого треугольника представляет слугу, который идеально служит своему Господу. Служит таким образом, что берет на себя наши немощи и наши болезни. 53.4 Исаия 53.4 То есть тот слуга, который приносит себя в жертву у милостивления, 10 стих. И тот, который оправдал многих, 11 стих. То есть этот слуга является истинным Израилем, который до конца выполняет волю Бога. Истинный Израилем? Да, он является истинным Израилем, который до конца выполняет волю Бога и замысел. Волю и замысел Бога. Ну, мы пока не говорим о Иисусе. Мы подходим к этому шаг за шагом, если вы заметили, да? Вот это вот запишите подробно. Таким образом, более полное значение мест об отроке подразумевает совершенного слугу. Подразумевает совершенного слугу. И христиане верно отождествляют этого слугу с тем, кто пришел в образе раба и был послушен даже до смерти. И христиане верно отождествляют этого слугу с тем, кто пришел в образе раба и был послушен даже до смерти. И христиане верно отождествляют этого слугу с тем, кто был послушен даже до смерти. Таким образом, более полное значение мест об отроке подразумевает совершенного слугу. И христиане верно отождествляют этого слугу с тем, кто пришел в образе раба и был послушен даже до смерти. Филиппийцам 2, 7, 8. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. В заключительных главах книги Исаии взгляд пророка на слугу отражает начальную часть его пророчества. 65 глава, 1-2 стих. Я открылся не вопрошавшим обо мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, вот я, говорил я народу не именовавшемуся именем моим. Всякий день простирал я руки мои к народу непокорному, ходившему путем недобрым, по своим помышлениям. И 17-25 стих. Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемыми и не придут на сердце. А вы будете веселиться и радоваться во веки о том, что я творю. Ибо вот я творю Иерусалим весельем и народ его радостью. И буду радоваться об Иерусалиме и веселиться о народе моем. И не услышится в нем более голос плача и голос вопля. Там не будет более малолетнего и старца, который не достигал бы полноты дней своих. Ибо столетний будет умирать юношу, но столетний грешник будет проклинаем. И будут строить домы и жить в них, и насаждать виноградники и есть плоды их. Не будут строить, чтобы другой жил, не будут насаждать, чтобы другой ел. Ибо дни народа моего будут, как дни дерева. И избранные мои долго будут пользоваться изделием рук своих. Не будут трудиться напрасно и рождать детей на горе. Ибо будут семенем благословенным от Господа, и потомки их с ними. И будет прежде, нежели они вас зовут, я отвечу. Они еще будут говорить, а я уже услышу. Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как волк, будет есть солому. А для змея прах будет пищу. Они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь. Хорошо. Сейчас я хотел бы дать вам задание. Давайте некоторое время вы поработаете с текстом. И вы пишете все мессианские пророчества, которые вы знаете из текста. Или которые вы найдете в тексте. Ну, убедительная просьба. Не взять, переписать их, допустим, там с учебной Библии. Или из вот такой Библии. Здесь тоже есть мессианские пророчества. Давайте договоримся, чтобы вы поработали просто самостоятельно. Хорошо? Весь смысл в чем? Понимаете или нет? Да, да, не обязательно выписывать как бы весь текст. Просто вы просматриваете Исаю, да? Если вы уже какие-то помните точно, вы можете сразу там выписать. Вы просматриваете Исаю и выписываете места из Писания, которые вы считаете, что это мессианские пророчества. Хорошо? 20 минут хватит? Валентин, можно сделать паузу пока. Ну, кто готов выписывать места из Писания, которые вы считаете? Давай, Андрей. То, что ты там… Ну, конечно, было бы хорошо, если бы мы пошли бы от… 9 глава 6-7. Хорошо, давайте будем сделать так. Андрей записывает то, что он выписал. Да, записывай. Андрей, все, что ты выписал. Только по порядку запиши. Ну… Не, сейчас ты просто выписывай места из Писания. Писания. Послата. Подписывайтесь. Писания. Спасибо. Спасибо. Кто может к этому списку добавить? Спасибо. 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 Есть что добавить к этому списку? Давайте. Спасибо. 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 в одном из имен. Эммануил. 9 глава. 2 стих. 2 стих. Он относится к миссии миссии. и также 6 стих. 6 стих. В нем перечислены имена. Антонские временяли имена. 2 стих. 2 стих. 2 стих. Следующая, это 11 глава. Значит, смотрите, 11 глава, во-первых, в первом стихе говорится о семье Мессии. Второй, третий стих говорит о помазании. Третий, четвертый стих говорит, что он есть праведный судья. Также второй стих говорит, что он мудрый. Третий стих говорит, что он духовно проницательный. Четвертый стих говорит, что он справедливый. Пятый стих говорит, что он праведливый. 32 глава, первый стих. Здесь говорится об его одном из имен, царь правды. 32 глава, первый стих. Вот царь будет царствовать по правде, и князья будут править по закону. Следующая, 42 глава предлагается. 42 глава, первый стих. Одно из имен Мессии избраны. Второй стих. Его черты заботливый, деликатный. Третий стих, милосердный. Четвертый стих. Терпеливый, доводящий дело до конца. Также в четвертом стихе говорится о его миссии, законодатель. В четвертом стихе. В седьмом стихе говорится о его миссии, как освободители. Следующая, это 53 глава. Значит, потом 61 глава, первый стих. Говорит о его имени, как о помазаннике. И 63 глава, первый стих. Его имя сильный спасать. Сильный спасать. 63 глава, первый стих. 63 глава, первый стих. 61 глава, тоже первый стих. Сильный спасать. Это предложение, которое делает это издание. Сильный спасать. Продолжение следует...